Друзья, ну и сейчас вот тот самый момент, вернее, та самая часть программы, которой мне ужасно не хватало в профилактике. Сегодня мы ее реализовали, воплотили, да? У нас в гостях Александр, мы так будем называть нашего гостя. Александр, руководитель бюро креативных услуг и помощи в нестандартных ситуациях. Внимание, алиби, приват-сервис. То есть человек, который организует алиби. Абсолютно профессионально. Я вижу просто, как Александр спускается по лестнице. Мы, естественно, постарались Александра лицо скрыть. Потому что Александр деликатно, сами понимаете, бизнесом занимает. Ну, естественно, это все было сделано в стиле профилактики. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Немножко паутины. Добрый вечер. Нам, к сожалению, надо прерываться сейчас на небольшой выпуск вестей. И поэтому вернемся через несколько минут, собственно, и узнаем, почему Александр решил прийти вот в такой маске, почему он скрывает свое лицо. Ну и вообще о специфике этого бизнеса. Будем рисовать алиби в прямом эфире, друзья. До встречи. Так, друзья, сегодня мы рисуем алиби. Алиби в прямом эфире. У нас Александр Романов в гости... Ой, фамилию можно сказать? Можно, можно. Александр Романов. Программа профилактика, если вдруг кто-то пришел недавно к нам. Да, и удивился немножко. Покажите, Александр, пожалуйста. Алексей Поляков, Анатолий Куйчев, Илья Савельев. И Александр Романов. Как это ни странно. В силу деликатности тех, так сказать, поручений, которые выполняет Александр, вот он вынужден скрывать свое лицо. Потому что руководит Александр бюро алиби приват сервис. Так, не совсем, можно, кстати, я про маску... Ну, это было вашим условием, закрытое лицо? Да, конечно, моим условием. То есть вы сами понимаете, вы чувствуете какой-то внутренний диссонанс между тем, что делаете? Ну, то есть не хотели бы, чтобы люди знали, что вы... Нет, нет, маска совершенно по-другому. А почему? Для того, чтобы я не мог подвести тех клиентов, которые к нам обращаются. Каким образом это могло произойти? Это может произойти совершенно спокойно, потому что я с ними общаюсь. Я общаюсь с кем-то другим, связанным по делам этих клиентов. Я понял, вы составляете часть вот этого петроумного плана по алиби. То есть, грубо говоря, если мы звоним, я звоню своей жене и говорю, что я выпивал своим другом, возможно, этим другом будете вы. Возможно, этим другом буду я или кто-то другой, безусловно, да. Понятно. Слушайте, а вот нет у вас, не смущает, что вот понятно, что людям порядочным и вообще хорошим людям, в широком понимании. Да, но подобными услугами они вряд ли будут пользоваться. Тем, кто лжет, изворачивается, мелко гадит, обманывает жен, знакомых, подруг и так далее, предает друзей. Вот это же для них сервис. А для кого еще? Я не согласен с вами. А почему? На самом деле, для приличных людей, безусловно, в первую очередь он создан. Каждый приличный человек, о котором мы говорим, может попасть в неприятную ситуацию или историю, которая от него может и не зависеть. У нас недавно обратился мужчина, совершенно приличный руководитель какой-то фирмы, которого случайно жена увидела вечером, разговаривающим по телефону со своей одноклассницей и преревновала. В смысле, и он заказал вам аль? То есть вам надо было как-то обезборо заказать, что он доказать? И он обратился для того, чтобы мы помогли ему нормализовать эту ситуацию и выдать ее не за то, что он разговаривал с какой-то там женщиной, а он разговаривал по работе или по каким-то другим делам. Подождите, а как вы, давайте вот на этом мелком случае уже разберем вашу работу. И что вы сделали? Да, расскажите. Мы представили, ну, мне на самом деле трудно говорить, что мы сделали, потому что эти люди могут смотреть эту передачу и увидят себя в моем рассказе. Но в общем и целом мы представили эту ситуацию, что он разговаривал по работе с человеком, который связан с ним по делам и решал какие-то вопросы, связанные со своим бизнесом, проблемами. Не клинический идиот до этой отмазки доходит примерно на самой минуте, ну, такой минуте, секунде на двадцатой. Не у всех есть люди, которые могут или сыграть роль того человека, который ему нужно, или сделать звонок правильно, поставив интонацию. Саша, смотрите, нужны детали. Ну вот, например, давайте какой-нибудь, не знаю, гипотетический случай возьмем. К примеру, моя жена улетела в командировку, например, в Мюнхен, я не знаю. Я, например, сказал, что я буду дома, потому что мне не здоровится, сам пошел к Васить с друзьями. Чем я занимался всю ночь, прямо до утра, и, соответственно, пол Москвы меня в разных позах, в разных видах порой... Зачекинился в кучу мест. Да, видит. Соответственно, Леш, можно это вырезать? У нас прямой инфер. Вот. День сорта получается, да? А потом рассказал в прямом эфире канала «Россия-1» эту ситуацию, выдавая ее за гипотетическую. Вот такому человеку можно помочь как-то восстановить свою репутацию в глазах жены? Вы знаете, мы, во-первых, не каждому делаем алиби. И достаточно часто происходят звонки нетрезвых граждан, которые звонят и говорят, мы прокиряли всю ночь или весь день, или вчера и сутки уже, или двое суток не были дома, и нашей жене надо что-то объяснить, моей жене, и их жене, да, и что-то надо придумать. В большинстве случаев... Это же самая распространенная ситуация, как раз вот сервис был бы очень полезен именно в этой ситуации. Для нетрезвых людей. Извините, ты пьяный, весь в засосах, сними под глазом. Ну, вы понимаете, какая штука? Алиби – это не простая штука. Для того, чтобы ее придумать правильно, и она работала, эта вещь, нужно время, и нужно трезвость. Для этого я должен сесть с человеком, и на протяжении часа... Часа? Часа, примерно часа. Задать ему 3 миллиона вопросов. Какие? Какого типа вопросов? Вот давайте, задавайте. Любые вопросы. Любые вопросы, связанные с вашей работой, с вашей деятельностью, с вашей женой, с вашим бытом, с вашими детьми, с вашим образом жизни, с вашими командировками, с вашими отлучками. Во сколько вы приходили вечером? Во сколько, как жена реагирует? Где жена бывает? Вы ездите на машине или нет? Жена садится в машину вашу или нет? Смотрит спидометр ваш или нет? То есть обращает внимание на километраж на вашей машине. Я вам должен задать огромное количество вопросов, и эти вопросы надо задавать трезвому человеку. Понятно, понятно, понятно. Понятно, что человек приходит в голову мысль обратиться к вам, когда он уже трезвый, и когда он говорит «Е-мое!» Вы знаете, после того, что вы сказали... Задать 3 миллиона вопросов, дальше. После того, что вы сказали, человеку трезвому очень долго нужно приходить в себя, а человек только отрезвляющий, он с трудом отвечает на вопросы, поэтому мы стараемся не связываться с этим. Хорошо. Имеет ли значение тот период, который прошел между условным преступлением и алиби, которое я заказываю у вас? Да, безусловно, но очень часто к нам обращаются именно за пост-алиби. Пост-алиби – это то событие, которое произошло, да, накосячило, а нужно... И все-таки я настаиваю, сейчас давайте ненадолго прервемся, я настаиваю, что мы сейчас даже вместе с вами, вот в усеченном, так сказать, в щадящем режиме, в версии такой усеченной, все-таки нарисовать некое алиби. Предположим, значит, все эти вопросы вы мне задали, предположим, я на них на все ответил. Вот дальше. Дальше начинается креатив? Дальше начинается креатив, и я, задавая вопросы, я ищу те точки соприкосновения, где можно применить алиби в вашей личной жизни, в вашей работе и так далее. Если вы, простите, вот молниеносно вам сейчас вот здесь, в этой студии организовать, то первое, что мне приходит в голову, если я пока не знаю ваши какие-то нюансы, ну, к примеру, вы были не один, вы были с неким своим знакомым, который... Я думаю, что в этом-то и проблема, да. Нет, в этом не проблема на самом деле, в этом не проблема. И каждый из нас работает на определенной работе, или вы можете добиваться определенного повышения, к примеру, да. Я не беру вас, как, допустим, ведущего. А, дорогая, это была попытка карьерная. Для того, чтобы иногда получить повышение, нужно выпить с друзьями или с теми, с кем надо выпить. И ваше свинское состояние, извините за выражение, обусловлено тем, что вам пришлось это сделать для пользы дела. Мне кажется, знаете, это вот не то, что алиби. Ну, если, чтобы то ли добиться просто повышения в холдинге, в эту схему включаются такие люди, что потом способности ни одного агентства. Давайте другую сторону задаем. Вот есть какие-нибудь вот такие самые, ну, не знаю, невероятные... Вот человек накосячил так, вот прямо вот самый невероятный случай. А вы его отмазали. А вы его как-то отмазали. Были такие случаи, которые, когда мы первый раз их слышали, думали, что мы не сделаем, но на самом деле у нас получалось. Извините, вас легче убить. Ну, нет, конечно. У нас был случай, когда к нам обратилась женщина, которая приехала после отпуска с островов. Они были с подругой. И она сказала, что у нее проблема, связанная с тем, что муж увидел те фотографии, которые ему не нужно было видеть. Когда мы стали спрашивать, она замялась, не хотела говорить, но ей пришлось потом сказать, что на этих фотографиях изображена она, и фотографии носят интимный характер. Естественно, мы стали допытываться, а что за интимный характер они носят. Она сказала, что там изображена часть ее лица, рот, и во рту что-то было. А, и часть другого тела. Ну, возможно, да. И ей нужно было объяснить, как это туда попало. Стоп, 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 стоп. А давайте попробуем все по фонте. Я бы нас на вашем месте, наверное, у меня какой креатив приходит, в фестиваль индийской кухни, традиционное индийское блюдо... И казахское. ...в виде фаллоса, из, например, ржаной муки. Почему ржаной, с другой стороны? Пшеничной. Нет, а в Казахстане, просто, ну, сейчас, давай попробуем. В Казахстане есть просто национальное блюдо, фаршированный, как ты сказал, мужской... Ну, не мужской, как конский. Конский орган. Орган, да. Хорошо. Мне кажется, во-первых, если это было на островах, значит, наверняка там есть шаманы Вуду, и если это сделать шаманом Вуду, то у твоего мужа будет всю жизнь деньги, счастье и любовь. Мне кажется... Так, вот, какой-нибудь из вариантов... Кто-нибудь хоть близко подошел? Нет, 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 это... Я не буду уточнять детали какие-то, но... Ну, просто это не сущенную курицу, как можно объяснить? Эта дама занимала высокопоставленный пост в одной из организаций, и мы представили это так, что ей подмешали на дискотеке в коктейль какое-то зелье, после чего она стала в невменяемом состоянии, и люди, которые хотели ее шантажировать, воспользовались этим невменяемым состоянием для того, чтобы потом сделать некие фотографии для шантажа. И этот шантаж потом состоялся, на самом деле. А, вы лихо работаете. Этот шантаж якобы состоялся для того, чтобы там конкурирующая фирма что-то там поимела. И на самом деле это вполне... Саш, извините, а если бы муж подключил каких-то людей, и вас бы нашли? Ну, дело в том, что шантаж состоялся потом, как бы постфактум. Сейчас, прошу прощения, у нас звонок. Алло? Это муж этой женщины звонит, просит вернуть деньги. Не вопрос, пусть завтра позвоните. Завтра звоните, все будет. На этот же номер, да, звоните. Да, извините, прокатило, да? Да, безусловно. Ну, это была серьезная работа, на самом деле. Я представляю. Это мы сейчас с вами шутим, и нам смешно, как бы, да? Но на самом деле это действительно серьезный случай, потому что... А во сколько тетечке обошлось это? Энну сумму денег. Нет, ну понятно. Ладно, вы даже вас не... Ну, скажите, ну, намекните хотя бы. Порядки очень интересные. Порядки несколько тысяч долларов, да. Тысячи долларов. А знаете, у меня вот такой вопрос возникает. Тем более с таким. У меня демографический вопрос от руководства нашей страны. А вы не хотели... А, нет, наоборот. Вы не хотели ей сказать, что, мадам, если вы занимаетесь таким на островах, зачем вам муж? Уже расстаньтесь с ним и живите спокойно, деньги сэкономите. Я не судья, и мы не судьи. Все правильно. К нам обращаются, и мы помогаем нормализовать ситуацию, но не судим и не выносим свои... Не выносите оценки. Да, мы не выносим оценки. А у вас, наверное, извините, вот если вы таким занимаетесь серьезным делом, у вас должна быть, значит, креативная группа и не фиговый продакшн, который занимается подготовкой, подбрасыванием цветов, подлетом лимузинов, шантажом, фотографиям, фотошопом. Мы не занимаемся шантажом как таковым. Я имею в виду шантажом. Мы организовали видимость шантажа для того, чтобы нормализовать эту ситуацию. Ну, это просто структура какой-то. Структура компании. Или это вы же тоже. Нет, дело в том, что мы не пользуемся актерами. Вот знаете, есть суждение, что алиби-агентство пользуется услугами актеров. И вот недавно фильм был по какому-то каналу, сериал про алиби-агентство, где там актеры принимают участие. Мы принципиально... Ну, как вот устроена структура? Креативное ядро есть? Да, безусловно, есть. Сколько человек? Мы не пользуемся актерами, мы пользуемся живыми людьми, которые каждый работает на своей работе. Не-не-не, меня волнует. Кто придумывает? Вот надо же придумать вот то, что она была там, ее шантажировали. Это сколько человек придумывает? В основном придумываю я. А вы сами придумываете? Да, я являюсь главой этого всего, и каждое дело в первую очередь занимаюсь я им. Так, а сколько, кстати, вы придумывали вот эту вот отмазку? По времени? По времени? День, два, три? У нас не было времени практически пять часов. Вы профессионал. А вот именно продакшн? Вы знаете, как бы того продакшна, я не могу сказать, что у нас в офисе находится 35 тысяч человек, которые ожидают, когда же, наконец, кто-то еще позвонит. Это самый минимум, а все остальное мы вызываем и ангажируем на какие-то конкретные мероприятия. У нас же бывает так, что и организация алиби заказывает. Бывает и такое. Организация. А не целая организация, да. Международный российский олимпийский комитет у них пропало. Пропало 40 миллионов джетных денег, и надо алиби придумать. Бывают случаи, когда, к примеру, вот я могу привести пример, на одной небольшой фирме они заключали контракт с иностранцами, с корейцами. Корейцы, японцы, они любят пафос, любят приезжать в шикарные офисы и смотреть. Они сидели на какой-то закрытой территории, на закрытом заводе, снимали небольшой офис. Это программисты, которые, собственно говоря, им ничего не нужно было. Они для того, чтобы заключить контракт, они пригласили корейцев к себе. Для того, чтобы показать им, что они находятся в шикарном офисе, они обратились к нам с просьбой инсценировать работу офиса крупного в Москва-Сити. Ну, примерно в том районе. Класс. Да, и мы сняли огромный офис, посадили туда порядка 70 человек там работало, из них только 5 программистов, которые были на самом деле непосредственными участниками этой фирмы. Все остальные были люди, которые изображали. И на протяжении недели... Недели? Недели, да, недели. Неделя! Неделя мы организовались за полтора месяца до этого, посадили туда людей за полтора месяца, для того, чтобы они свыклись, для того, чтобы эта обстановка, которую мы создали или воссоздали, была абсолютно рабочая, чтобы были звонки. А фирма осталась там. Фирма осталась там. Или что-то за полторы недели раскрутилась, вышла на уровень. Извините, два коротких вопроса. Первое. Высокий спрос на такого рода услуги? Высокий, да. Активно люди обращаются. Это первое. А второе. Понятно, что ведь никуда не деться, кроме креатива, понятно, что нужно еще, как называется, подмазать. Коррупция нужна. Там куда-то взяточку дать, подделать что-то и так далее. Но без этого никуда. На одном креативе вы такое дело не сделаете. Вы знаете, вот самое удивительное, что мы на одном креативе практически это и делаем. Мы, во-первых, не подделываем документы. Это табу для нас. Мы никогда этим не занимались и не занимаемся. Нам очень часто звонят, а билетик можно у вас сделать? Нет. У нас билетик нельзя сделать. Слушай, ну это прям самое главное доказательство. Ну нет. На самом деле, сегодня билеты, во-первых, в электронном виде, во-вторых, билеты есть со штрих-ходами и с голограммами. Подделка любых государственных документов карается законом. Мы законом вне лады не вступаем. Поэтому мы не занимаемся подделками. Проще скреативить, чем сделать подделку. Я всегда говорю людям, что зачем вам приносить жене билет и доказывать, что вы летели в этом самолете. Гораздо проще организовать человека, который позвонит вам и скажет, что ваш муж забыл в самолете рядом с ним свой портмоне или фотографию вашу, случайно выпало из... Словом сидел. Да, словом. Или еще молился. Гораздо проще. Я просто к тому, что, например, в ситуации, в которой Толя нарисовал несколькими штрихами... Гипотетически. Гипотетически, само собой. Если бы там Толя представил бы справку из кофтомедицинского учреждения в следах и в его крае было бы зафиксировано найденный какой-нибудь, не знаю, чем... Клофелин, да? Клофелином... Клофелин? Это бы сняло бы очень много проблем бы сразу. Безусловно. Это хорошая идея. Вы знаете, хорошая идея. Меня поили. Клофелином, безусловно, хорошая идея. Но она криминальна. Применение клофелина, особенно в неменяемом состоянии, порой может вызвать вопросы правоохранительных органов. А мы стараемся не прикасаться к этому. Мы стараемся делать все в области, вы правильно сказали, креатива. Креатив, он и в Африке, как говорят, креатив. Креатив, он в любом случае всегда в первую очередь. И он всегда, если он правильно организован, если интонации человека или подобран правильно действующее лицо человек, то, безусловно, они в первую очередь помогают. В первую очередь помогают. Или для того, чтобы создать видимость, что вам это нужна поездка. Ведь самый класс состоит в том, чтобы ваша жена, к примеру, сама хотела, чтобы вы поехали в какой-нибудь... Ну да, у меня встреча на Фиджи, я не могу никого туда взять с собой. И сама говорила вам, вы говорили, нет, я не поеду. А она будет говорить, нет, я тебе не поеду. Я тебе не поеду, да. Попробуй вернуться без засосов. Последний вопрос. Только коротко. Вы одессит? Нет, я москвич. Откуда столько креатива, я не понимаю. Александр Романов, руководитель бюро креативных услуг и помощи в нестандартных ситуациях. Алиби, приват-сервис. Рассказывал про особенности и специфику своей работы. Говорит, заказов много. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.